А техника готова к холодам? Все четыре предприятия у нас на сегодняшний день готовы к зиме. По крайней мере, все отчеты уже сданы. Глава Реутова проверил готовность технических служб к зиме. Новая форма обследования. Это примерно как первый этап диспансеризации. Медики и фонд соцподдержки запустили новую медицинскую программу. Учить и воспитывать. Мне очень нравится, какие дети учатся в гимназии, какие родители с нами сотрудничают, как построен учебный процесс. Накануне Дня Учитель рассказываем о лучших педагогах Реутова. Теперь об этих и других новостях подробнее. В Реутове идет активная подготовка к зимнему сезону. Совместно с замминистром благоустройства Московской области Светланой Аиповой глава Станислав Катров провел проверку коммунальных служб города. О том, что нас ждет с приходом холодов, расскажет Елизавета Черняева. По прогнозам синоптиков, первые заморозки в московском регионе ожидаются не скоро. Но, как известно, погода в России полна сюрпризов. Поэтому готовить город к снегопадам и гололеду лучше заранее. Сегодня мы вместе с заместителем министра благоустройства посмотрели озеленение благоустройства наше МБУ, муниципальное бюджетное учреждение, посмотрели водоканал, еще съездим смотреть, будем автодор и будем смотреть, конечно же, теплосеть. Все четыре предприятия у нас на сегодняшний день готовы к зиме, по крайней мере, все отчеты уже сданы. Уборочная техника полностью исправна. На балансе у городского хозяйства есть 26 машин. Тракторы, погрузчики, самосвалы и автовышки для пила сухих деревьев. Запасы песка и соли против гололеда на ближайшие два месяца уже приготовлены. Готовность Реотовского водоканала также оценена на отлично. Водоканал продемонстрировала свои две аварийные бригады. Коллеги работают по необходимости в режиме 24 на 7. Они обеспечены оборудованием, поэтому тревог в этой части нет. Для работы в условиях повышенной нагрузки в зимний период водоканал будет использовать материалы нового поколения. Вся техника готова для устранения возможных аварий. Елизавета Чернеева, Сергей Сомов, телеканал Реутов. В Реутове зафиксировано наименьшее число нарушений при подготовке к осенне-зимнему периоду. Это данные Гожелинспекции Московской области. Инспекторы проверили готовность более 33 тысяч жилых домов Подмосковья и выдали более 9 тысяч предписаний и более тысячи предостережений о ненадлежащем устранении недочетов. По итогам проверок возбуждено более 7,5 тысяч дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила почти 65 миллионов рублей. Более 19 миллионов из них должны оплатить из собственных средств руководители и другие должностные лица управляющих организаций. Проверки проводились по информации поступающей от общественных жилищных инспекторов, которые сообщали о неблагополучном техническом состоянии домов. В нашем городе таких фактов выявлено меньше, чем в других городских округах. Реутовские медики совместно с муниципалитетом и фондом социальной поддержки населения разработали новую программу диспансеризации для пожилых людей. Где она проходит, что включает в себя и как на нее записаться, все подробности в материале наших корреспондентов. Диспансеризация в стенах фонда социальной поддержки населения Реутова сегодня проходит впервые. Никаких очередей и долгого ожидания. Муниципалитеты и медики обеспечивают высокий уровень обследований. Все это стало возможно благодаря губернаторской программе «Активное долголетие». А информирование пожилых людей взял на себя фонд. Все точно, как в аптеке. Списки собираются и в наших общественных организациях. Собираются вот здесь на рецепшн люди, которые к нам приходят. А к нам очень много людей приходят. И мы формируем вот эти списки. Ну, каждую неделю где-то 20-25, от 20 до 30 человек. Мы сможем здесь вот предоставить людей сюда, а уже задача медицины нашей – их обследовать, провести вот эти все исследования и так далее. Нелли Михайловна Коровина сама отдала медицине 50 лет жизни. Работала на Севере. Своим знакомым всегда советует не затягиваясь с диспансеризацией и прививками. И как к медику, к ней профессиональный вопрос. А удобно ли пациентам приходить на обследование не в поликлинику, а в фонд? Конечно, сюда. Вот диспансеризация. Мы знаем, что такое диспансеризация. А это так удобно. Посмотрите, пришли вот мы к своему времени и все пройдем. Чем туда записываться, идти пораньше там очередь. А здесь замечательно. Процедуры обследования на выездной диспансеризации ничем не отличаются от обычных. Разве что внимания пожилые пациенты требуют немного больше. Набор обследований тоже стандартный. Это примерно как первый этап диспансеризации. Осмотр терапевта, гемодинамика, ЭКГ, глазное дно и, конечно же, анализы на биохимические показатели крови. Кроме обследований, многие пенсионеры ставят здесь прививки от гриппа и пневмокока. Это важная в их возрасте процедура. Прививка серьезно снижает вероятность осложнений при заболевании. Прием людей на диспансеризацию Фонд социальной защиты населения будет вести каждый четверг до конца года. Адрес фонда остается неизменным. Улица Новая, дом 3. Сергей Щербаков, Сергей Сомов, телеканал Реутов. Далее наш выпуск продолжит обзор основных событий региона. Затем мы вновь вернемся к городским темам. 10 тысяч подъездов уже отремонтировали в Подмосковье по программе губернатора с начала 2019 года. Это 70% от годового плана. Всего до конца года планируется привести в порядок не менее 14,5 тысяч подъездов. На стадии обсуждения жителям на выбор предлагается более 20 видов работ по улучшению качества подъездов. За три года реализации губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировано в регионе уже свыше 75 тысяч подъездов. Почти 1200 дворов благоустроили в Подмосковье в 2019 году. Всего в этом году по плану должно быть приведено в порядок 1360 дворов. Реутов выполнил годовой плановый ремонт дворов одним из первых в регионе. План на следующий год будет утвержден в ближайшие недели. 172 детских игровых комплекса установили в Подмосковье по губернаторской программе. Всего в этом году запланирована установка 222 детских игровых площадок и 11 уникальных площадок, площадь каждой из которых 1350 квадратных метров. Дизайнеры в этом году предложили на выбор 7 тематик оформления площадок. Это транспорт, космос, лес, замок, экогород, море и спорт. Все они оборудуются мягким и безопасным резиновым покрытием. Нарушители жилищного законодательства в Подмосковье оштрафовали более чем на 270 миллионов рублей за 9 месяцев. Более 118 тысяч нарушений выявили сотрудники госжилинспекции Московской области в ходе проверок жилфонда. 97 тысяч нарушений связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилого фонда. По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано 16,5 тысяч предписаний на устранение нарушений. Общая сумма наложенных штрафов превысила 274 миллиона рублей. Продолжаем выпуск. Более 200 заявок подали школьники Реутова на участие в городском этапе Международной Олимпиады по скорочтению IQ Battle. Главный олимпийский приз – гироскутер, но есть и другие стимулы для борьбы. Что нужно сделать, чтобы стать их обладателем и как отправить заявку, расскажут наши корреспонденты. Десятилетняя Аделина Истратова интересуется и гуманитарными, и точными науками. Но больше всего ей нравится решать математические задачки на скорость. В школу скорочтения и развития интеллекта IQ 007 Аделина пришла подать заявку на участие в Международной Олимпиаде. Надеется, что сможет выиграть самый главный приз – гироскутер. Я решила принять участие в Олимпиаде по скорочтению, чтобы просто проверить, на что я способна. И, может, на какой-то приз я там и попрентендую. Может, что-то и получу. Я смотрела, будут часы, может, и планшеты. И самый главный приз – это гироскутер. Ну, мне больше, конечно, хотелось гироскутера. Но вот, что выиграю. Бороться за главный приз Аделине придется изо всех сил. Заявку на участие в Олимпиаде IQ Battle уже отправили 200 школьников от 9 до 12 лет. Каждый заполнил анкету и выполнил интеллектуальный тест. Ребята, которые набрали максимальное количество баллов, пройдут в очный отборочный тур. Следующий этап – это уже очный тур, где школьники сразятся на единой площадке 19 октября в школе номер 10. Также мы для всех участников подготовили интеллектуальные задания, площадки, интерактивные зоны, где они смогут, в принципе, ознакомиться с различными направлениями, как и школы скорочтения, так и попробовать выполнить, скажем, разогреться перед Олимпиадой. Победители очного отборочного тура представят Реуту в финале Олимпиады по скорочтению. Он состоится 3 ноября на ВДНХ. Участники конкурса поборются за главные призы – путевка в лагерь Артек, iPad и Apple Watch. Дарья Агалакова, Александр Попов, телеканал «Реутов». Накануне Всемирного дня учителя в Реутовской школе номер 4 состоялся праздник. Учащиеся поздравили любимых педагогов и устроили традиционный концерт. На торжественном выступлении школьников побывала и наш корреспондент Елизавета Черняева. Учитель, наш главный муж в жизни, учитель, не заправлю и ложь, расскажите, что в дальнейшем смерть лет. Благодарность за ежедневный нелегкий труд учителя обычно слышат нечасто. Но в профессиональный праздник равнодушных не найти. Всем, даже тем, кто давно закончил школу, хочется вспомнить лучшие годы и сказать спасибо любимому учителю. Очень радостно работать в этом коллективе под началом прекрасного руководителя Натальи Алексеевны Щаповой. Она была моим учителем, я училась в этой школе. Мне вдвойне приятно здесь работать. У нас очень хороший молодой дружный коллектив. Сейчас приходят такие молодые талантливые учителя, задорные, интересные, с творческим подходом. С таким же подходом к подарку учителям подошли и дети. В честь грядущего праздника ученики младших и старших классов подготовили большую концертную программу. Мы подготовили необычную сценку. Она будет идти на протяжении всего концерта. И очень надеемся, что учителям понравится. Лучший подарок для учителя – это, конечно, успехи воспитанников. Ради них они тоже не перестают учиться и всегда совершенствуются. В педагогическом коллективе Реутовской школы номер 4 есть почетные работники образования Российской Федерации, победители и лауреаты конкурсов и даже заслуженные учителя России. Учитель – это такая профессия, наверное, скорее всего, призвание. Призвание. И я думаю, что сейчас в школе работают, в общем-то, те люди, которые, наверное, без этой профессии не видят смысла своей жизни. Конечно, это трудная работа, требует особого терпения, подхода к детям, любви к детям. В ноябре этого года 4-я городская школа отметит свой юбилей. Спервые свои двери для учеников она открыла полвека назад. Елизавета Черняева, Александр Попов, телеканал «Реутов». И в преддверии Дня Учителя мы хотим рассказать вам об уникальном педагоге, который работает в Реутове. У этого сюжета есть небольшая предыстория. Дело в том, что наш корреспондент Дарья Галакова долго и успешно изучала немецкий язык. И когда узнала, что лучший педагог Реутовской гимназии, именно преподаватель этого языка, решила познакомиться с ним сама. А заодно рассказать и вам о хорошем человеке, у которого скоро профессиональный праздник. В Реутовской гимназии учитель немецкого языка Елена Голубкова работает уже 15 лет. Говорит, что не променяет это учебное заведение ни на одно другое. Ученики здесь талантливые и тянутся к знаниям. Мне очень нравится, какие дети учатся в гимназии, какие родители. С нами сотрудничают. Как построен учебный процесс. Здесь микросфера, микроатмосфера Артека. Очень добожелательная. Дети уважают друг друга. Дети красиво одеты, потому что у нас школьная форма. Учащиеся гимназии языковую теорию сочетают с практикой. Вместе с Еленой Голубковой они путешествуют по разным странам. Были в Германии, Австрии, Швейцарии, Англии. Многие школьники участвуют в олимпиадах по немецкому языку. Например, Эвелина Гения Тулина два раза занимала первое место на городской олимпиаде. На немецком языке она говорит свободно. За это благодарит своего учителя и наставника Елену Голубкову. Полностью погружаюсь в эту атмосферу. И это дается мне легче, так как каждый день я смотрю сериалы на немецком языке, изучая новые иностранные слова по 50-40 слов в день. То есть это мне помогает приобщиться к среде. Я сама долгое время изучала немецкий язык и, побывав на уроке Елены Александровны, могу сказать, что она действительно профессионал своего дела. Грамматику немецкого языка она объясняет довольно просто и доступно. Воспитанники Елены Голубковой поступают в лучшие вузы России. Многие уезжают учиться в Германию. Владеть иностранным языком на высоком уровне непросто. По мнению Елены, главное правильно подобрать учебную литературу. Я работаю по методике Института Гёте. Эта методика знаменита во всем мире, потому что немецкий язык не является основным языком во всем мире, но он вызывает интерес. И Институт Гёте разработал такую программу, когда большинство населения, не только нашей страны, но и Европы обращаются к этой методике. Она интересна тем, что ребенок поглощает вот в эту атмосферу немецкого языка. Долгое время Елена Голубкова работала переводчиком в Потсдаме. Сейчас она педагог высшей категории. Каждому ученику старается найти индивидуальный подход и влюбить его в немецкий язык, чтобы изучать его было интереснее. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал Реутов. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. Пятница будет дождливой, обещают синоптики Гесметио. Дождь утром и температура плюс 12 градусов. Днем похолодает и только плюс 9. К вечеру дождь может усилиться, а температура упадет до 7 градусов тепла. Ночь уже без осадков и холодно, только 4 градусов выше нуля. Ну что ж, на этом у меня все. И в завершении напомню, если у вас есть новости, расскажите о них нам по телефону 791-8802. Также можно прислать сообщение на наш электронный адрес. В студии работала Анна Егоршина. Всем удачи и увидимся в следующих выпусках новостей. Субтитры подогнал «Симон»!